Привет, ребята! Меня зовут Василий Захаров. За кадром, как всегда, игра помогает мне. Честь! Мы готовим всякие разные коктейльчики на канале YIN TV. Мы готовим сегодня коктейль, который называется Metropolitan. Короче, есть два стула. Существует две версии этого коктейля, ну и, соответственно, много версий происхождения. Один называется Cosmopolitan, второй – Метрополитен. Фактически, да, да, да. Короче, есть вариации, что Metropolitan – это просто космо, который где-то там в 90-х годах, очередная реинкарнация, его нам дала как раз Metropolitan. И отличается он по большому счету только тем, что вместо водки Citron используется Black Corrin – черно-смородина, да, водочка. Либо я еще встречал варианты с ликером Шамбор, и, честно говоря, вот прям это меня даже заинтересовало слегка. Хотя вся вот эта вот космо-тиния история – это прям не то, чтобы совсем мое, но, тем не менее, с Шамбором я бы еще, наверное, что-нибудь, может, попробовал. Вторая версия, значит, по поводу Metropolitan говорит нам о том, что это старый классический коктейль. Ближе к Манхэттену даже ходят такие вариации, как типа бренди Манхэттен. Манхэттен, в котором бурбон заменен на бренди. По поводу, значит, вот этой древней вариации, которую мы, собственно, собираемся сегодня приготовить, тут есть тоже несколько версий происхождения. Все они склоняются к тому, что коктейль был изобретен примерно в 1900-1930-х годах. Я встречал в разных источниках несколько вариаций, кто когда придумал этот коктейль. Склонен доверять я такому источнику, как Павел Янченко. В своем блоге Science of Drink он пишет, что коктейль он лично нашел в источнике Дейл Дегрофа. Дейл Дегроф – известная барменская личность, практически культовая в барной среде, так называемый «король коктейлей». У него есть свой сайт, и вот на этом сайте, значит, была вариация коктейля «Метрополитом». Еще Дейл Дегроф в нескольких своих книгах упоминал этот коктейль, правда, с разными пропорциями. Ну, там типа плюс-минус они не так значительно менялись, но тем не менее, вот они почему-то тем не менее менялись. И везде Дейл Дегроф говорит о том, что этот коктейль был придуман барменом Майком Хьюиттом из одного нью-йоркского бара. Правда это или нет, мы уже не знаем, тем более, что на сайте Дейл Дегрофа этой информации уже нету, то есть в каких-то старых книгах можно найти, а сайт почему-то убрали. Но тем не менее, коктейль мне представляется интересным, сейчас попробуем, насколько он действительно таким окажется. Приступим к приготовлению коктейля. Сначала охладим нашу шале, или ник энд нора, мне кажется, вот носит этот бокал, такое еще название. Пусть он здесь у нас тихонечко охлаждается. А здесь мы в шейкере будем готовить этот коктейль. Вот это, кстати, тоже очередное недоумение у меня, почему в шейкере. Как я неоднократно говорил, коктейли с вермутами, они обычно не шейкуются, они обычно стируются. Это связано с тем, что во время шейка у нас выходит куча вкуснях из вермута, они просто улетучиваются. Это первый момент. Второй момент – коктейль мутнеет. Конечно, он постоит со временем, там и пузырьки исчезнут, текстура у него сгладится, он станет прозрачненьким через какое-то время. Но тем не менее, вот такой момент есть, это надо учитывать, просто понимать. Коктейль простой, все ингредиенты у нас на столе. Сахарный сироп, бренди, коньяк и красный сладкий вермут, немножко ангастура. Начнем, пожалуй, с бренди. У нас в данном случае коньяк, вы можете использовать просто бренди. 45 миллилитров, 30 миллилитров сладкого вермута. За вермут мы говорим спасибо компанию Эльвайн. И 15 миллилитров сахарного сиропа. И 1-2 дэша ангастуры на ваше усмотрение. Я, кстати, 3 добавил, не знаю почему. Ну, маленький хочет. Тебе просто хочется побольше ангастуры. Да, 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 да. Засыпем лед в наш шейкер. И шейканем это дело. Немножко. Если кто-то желает прикупить такого же маленького красавца, и я не о себе, то можно зайти по ссылочке в описании на сайт custom-bar.ru. И у нас есть эти маленькие японские шейкера, и они очень удобны для приготовления маленьких классических коктейлей на одну порцию, вот прям как сейчас. Все, наш коктейльчик готов. У меня тут есть заготовочка в виде просто цедры, лимона. Несмотря на то, что лимон туда не идет, я хочу украсить наш коктейль именно так. Благодаря тому, что мы взбили вермут шейкеры, у нас появилась такая легкая шелковистая пенка, и в принципе этот коктейль внешне не портит. На вкус, сейчас попробуем. Пеночка, кстати, ты заметь, не пропадает. Да, она уже несколько минут стоит. Пока все фоткали. Любителям, конечно, бренди коньяка должно зайти. Это такой сладкий. Вот эти вот 15 сахарного, они здесь. Ну да, вермут сладкий. Они не нужны здесь вообще. Не, они, может быть, нужны в количестве 5 там, например. Ну, мне так кажется. Какой-то он невыразительный. Вроде всего так много. Да, и что-то он слишком сладкий, короче, просто. Сладость забивает. Он реально, он такой, он чрезмерно сладкий. Там не нужно ни 15, ни 10, там сахарного надо. А это сахар один к одному? Один к двум? Вот и секрет. Вот и ответ. А-а-а, вот он еще, Михалыч. После вкуса она прям остается, знаете, иногда бывает там какой-нибудь тики-коктейль сладкий пьешь, он вроде сладкий, но там куча всего, и сок лайма, и все остальное, и типа ок, хотя он сладкий. А здесь сладость такая, типа притерноватая какая-то в конце. Но, да, самое главное. Потому что у нас один к двум сахарный сироп, как выяснилось, мы этого не знали. Один к двум. То есть два сахара, одна вода. Соответственно, по рецепту получается семь с половиной надо длить. Я тебе говорю, в любом случае этого много. В любом случае этого много. Так нет, в два раза меньше будет. Ну, нет, там обычного надо пять, простого сахарного сиропа, один к одному. Никогда не узнаешь? Десять надо, пока не попробуешь. Я не хочу попробовать, можно я не буду? Ну, я изначально не питал никаких иллюзий по поводу этого коктейля. Мне как-то вот, ну, типа, простая вот эта смесь. Я, во-первых, очень консервативный человек, я привык. Давай я сделаю. Все это такие, типа, бренди Манхэттен. Есть уже Манхэттен, наверное. Хочешь, что сделаю? Да не будет лучше. Хочешь, что сделаю? Нет. Ну, давай я сделаю. А то ты один ангастуры налил, другой сахар. Давай. Чего ты позоришь меня, прилюдно? А это я все равно ставлю. Я сделал все идеально, с первой попытки. Мальчик, уйди. Все было просто топчик вообще. Значит, пять миллилитров простого сахарного сиропа. Он будет хорош для любителей коньяка, бренди. И это в любом случае неплохой классический коктейль. В принципе, коктейль на самом-то деле неплохой. Просто нам с Евградшкой не зашел. И не понимаю я, зачем шейковать такие вещи. Вообще я не вижу смысла никакого. То есть можно его в достаточной степени обводнить и в достаточной степени, в необходимой, охладить методом стир. Зачем тут шейк, мне непонятно абсолютно. Ну давай уже сделаем с тиром и с половиной сахара. Окей. Охладим рюмочку. Охладим наш смесительный бокал. Судя по звуку, ты как будто забыл это лед положить. Ну, он металлический. Так, это нам больше не нужно. Приступим сразу. 45 миллилитров бренни. В нашем случае хорошего коньяка. 30 сладкого красного вермута. И сахарный сироп. Вот здесь надо быть осторожным. Я предлагаю, раз он в два раза слаще обычного, то... У нас было 15, сейчас пусть будет 5, мне кажется, вообще нормально будет. Да. То есть, если бы это был обычный, то 10 было бы. Пусть один к одному. 5, ну, мне кажется, я там даже... Может быть, чуть-чуть поменьше. И битер ангастура, также 3 дэша, как и было в прошлый раз. Единственная причина, по которой не очень я люблю металлические стаканы, это к ним примерзает лед. Приходится все время. Только. Зато они не бьются, их удобно таскать с собой, и это красиво, кстати. Мне нравится. С точки зрения съемок не видно ничего. Абсолютно. Здесь нам ничего не нужно. О, смотри, какая красота. Он меньше обводнился, так что он должен быть чуть-чуть более, да, таким... Четким. Крепеньким. Че, пойдешь пробовать? Пойду. Пиянь. Че сразу пиянь-то? Тут хочется добавить в качестве ароматики, сбрызнуть цедрой апельсина. Очень хочется. Че, типа, получился коньячный олд-фэшн? Да, это такое, знаешь, это нечто среднее между Манхэттеном и... И чуть ли не Мартинезом, мне кажется, почему-то. Вот почему-то у меня... Ну да, это практически... Тут вермут. Сейчас уже это реально практически получился Манхэттен на коньяке. Да. Только еще чуть-чуть сахарочек. Мне кажется, вот это прям хорошо. Да, вот это прям хорошо, да, 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 да. Но если бы он был в шейкере, он бы был более обводненный, то есть помягче. Он достаточно такой, насыщенный сейчас. Да нет, ну это для детей, беременных женщин. Я не рекомендую детям и беременным женщинам это... Никогда, никогда. Если вам нету 18, а лучше 21 года, да и вообще завязывайте со всем этим делом. Беременным детям вообще не рекомендую. Беременным детям исключено. Короче, опытным путем мы только что выяснили, что, а, естественно, 15 миллилитров в сладкой части там никогда не нужно. 5 это прям ок, а можно и без нее, и тогда будет, ну, бренди Манхэттен. В принципе, да, реально здесь сахар. Ну, он чуть-чуть просто скрашен, но не обязательно. Кто интересуется вот этими старыми напитками и коньячками, ну, кому там, я не знаю, может, Манхэттен не зашел там... Почему он только называется Митрополитен? То есть он, получается, это не Космополитен, это реально Манхэттен скорее. Не знаю, почему. Пока вот это мой вариант. Вот это мой, бро, это не мой, бро. Ну, то, что мы его пересластили. Это мы пересластили. В любом случае, даже если бы сахарный был не 2 к 1, а 1 к 1, в любом случае, избыточно тут такая сладость. Ну, не нужна она, серьезно, вообще не нужна. В принципе, сладости достаточно от вермута. В вермута, вполне. Он сладкий. Да и коньяк, в принципе, в нем есть сладость. Все хорошо, все здорово, все замечательно. Поэкспериментировали, хотели сделать одну версию, сделали две. Вам на радость, нам на потеху. А точнее три. А точнее три еще, да. Спасибо бару Коробок за то, что нас приютил. Спасибо компании Эльвайн за предоставление алкогольных напитков нам. Переходите по ссылочке в описании. 35% скидка на весь ассортимент компании Эльвайн, кроме скидочных позиций. По промокоду Едим ТВ. По ссылочке в описании, если перейдете на сайт моего магазина барный инвентарь, оказанным-бар.ру, скидка 10% на барный инвентарь. Тоже кроме скидочных позиций, соответственно. И по ссылочке в описании можно прочитать текстовый рецепт. Все этого хотят, ждут и любят. Это тоже там. Мы везде во всех соцсетях вас ждем с распростертыми объятиями. Ставьте колокольчик, чтобы приходили оповещения о новых видосиках. До скорых встреч. Пока. Собственно, все, что нам осталось сделать, это приправить наш коктейльчик ангастурой. Один. Вот это поворот. Я ее снял. Жень, прости за отрату ангастура. Нет проблем. Я убрал бутылку туда, откуда я ее взял. Просто скажи, что можно взять. Что там? Тебе нужна именно бутылка? Мне нужен просто дэш. Не-не-не, мне не нужна бутылка. Я не настолько жадный парень, как бы. Мне нужен был, да, 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 это то, что было необходимо. Так, ну а с этим я сделаю впервые в своей жизни глоток ангастура. Ты перемешай хотя бы для начала. Коктейль будет ангастурный. Хотя я не думаю, что это сильно повлияет на его вкус. Да. Я тоже хочу, кстати, потом попробовать. Ты только сильно не пей там залпом. Кстати, я пробовал этот тринитат саур, где вот чисто на ангастуре, не такая страшная. А, ну, слушай, да. Да, ну, он ядреный, конечно. Но если подзбить, на самом деле, даже пить. Да, 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 я думаю, что тринитат саур, да. Ну да, нормально, кстати.